Продолжаем тренинг «Счастливая семья глазами психолога». Мы уже с вами говорили о том, как складывается у нас семейный сценарий, который влияет на наши ожидания в семье. Плохо, конечно, когда наши ожидания не совпадают с партнёром, когда мы играем разные роли, он играет драму от Элла, вы играете сварливую бабу из «Золотой рыбки» Пушкина. Так вот, я сейчас и хочу вам провести вот такой маленький экскурс. А чему ли учат вас сказки? А тому ли они учат вас эти сказки? Помните, сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Да, сказки, которые идут к нам из детства. Да мы любим их взрослыми читать не только для детей, и сами иногда читаем, да сколько фильмов, такие фантазии, сказки и так далее. Вот сказки – это такие образные примеры для тех сценариев, семейных сценариев. Мы сегодня говорим в этом семейном тренинге о семье, которую мы потом вот выбираем. Вот через сказку нам вдалбливается этот семейный сценарий, или мы сами его на себя примеряем. И вот потом мы не можем вырваться вот из этого зазеркалья, из этой сказки. Вот как Алиса, бездействуем, как спящая красавица, капризничаем, как принцесса на горошине. Ну и так далее. Мы вот об этом и поговорим в этом этапе нашего тренинга. Сказочные герои, вот те интригующие сюжеты, которые показаны в сказках, они такие яркие. И они откладывают неизгладимые впечатления на романтических девочек. Конечно, на мальчиков тоже откладывают, но наш тренинг для женщин. И поэтому я больше всего буду говорить о девочках, о женщинах. И вот эти романтические девочки, вот впечатлением этих сказок, выстраивают свою и взрослую жизнь. Вот по сценариям, по сюжетам этих сказок, которые монтажны не просто вот как калька, они еще трансформировались. Ведь девочка еще что-то такое додумала, или сложила несколько сюжетов. Они преломляются в жизненной ситуации, потому что она увидела соседи, как ведут себя, как родители ведут. И вот у нее такой получился лабиринт, и каша из этих сказок. И она вот находится в таком тупике. Да тут еще мама, бабушка вносят какие-то догмы, или какие-то религиозные условности. Конечно, эти романтические девочки не всегда идентифицируют себя с тем или иным героем. Они берут какую-то часть. Вот, например, сказка о зайце и лисе. Лукавая лисица выгоняет бедного зайца из его глубинного дома. Они, девочки, сочувственно относятся к зайцу и какой-то сценарий перенимают на это, перенимают роль жертвы. А кто-то берет роль умудрированной, хитроумной лисы. Тоже образец. Правда, забывают о том, что существует в этой сказке еще петух. Но вы почитайте сказку, вы забыли, наверное. Или вот другая сказка. Колобок. Вот такой веселый, беззаботный колобок. И вот уже взрослая женщина катится по жизни чередуя партнеров и от бабушки ушла, и от дедушки ушла. А потом оказывается съеденный кем-то, коварным, лисом. Так вот, эти сказки вашего детства как-то трансформируются, перерабатываются во взрослую женщину. Они переработались, а костюмчик-то на вас хорошо сидит. Вы удобно себя чувствуете в этом сценарии? Мы проводили тренинг о том, как выбрать семейный сценарий. Тренинг по выбору партнера. Вот там-то подумайте, вот там-то мы подгоняли костюмчик в семейный сценарий. По-малу. И вот, одни сказки служат плохую службу, как-то учат женщине пассивности. Помните, ищут свою щуку, золотую рыбку, ну а остаются у разбитого корыта. Конечно, многие сказки дают нам примеры любви, доброты, взаимопомощи. Очень много хороших и нужных сказок. И вот здесь взрослые должны как-то акцентировать этих героев, говорить этот, помните Владимир Владимирович Маяковский? Пришел сын, сказал, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенку иногда нужно конкретно сказать. Вот это плохо, а это хорошо. Конечно, вот эти семейные сценарии, которые вы отрабатывали в другом тренинге, и когда вы писали, вы мне присылаете, если вы и с этого начали тренинг, то обратитесь на тот тренинг, и мы потом утвердим этот ваш семейный сценарий, который подправен. вот, вот, например, вроде бы хороший, жизнеутверждающий пример сказки «Гадкий утенок». В общем, это позитивная установка на реализацию ваших возможностей. И вот, сколько этих девочек, перечитывая эти строки, какие описывают, как он превращается в доброго, красивого лебедя из некрасивого птенца, с умиранием сердца говорили, я так хочу, но ничего не делали. А другие говорят «А я так не смогу». Некоторым девочкам это помогло поверить в себя, в свою привлекательность. И они действительно становились прекрасным лебедем, потому что здесь в это время маленьким девочкам отцы говорили «Ты моя принцесса». А вот, например, сказка «Серая шейка». Покидает маму, улетая в теплые края. А разве такого не бывает в жизни? Потом подкрадывается голодная лиса, пытается ее ухватить. А я вас спрошу, а вы помните, как закончилась эта сказка? Не помните. И вот отложились только яркие впечатления. Мама улетела, серая шейка в этом пруду плавает, когда все ближе и ближе леса подкрадается. И вот у нее осталось впечатление вот этого страха. А я вот вспомню вам такую сказку о царе Салтане. Помните? Орешки непростые и все скорлупки золотые ядра чистый изумруд. Вы скажете, ну и что так интересно, белочка там грызет, там и все остальное. Вы знаете, как это иногда бывает, преломляясь в сценарии вот в голове маленькой девочки. Вот приходит ко мне одна клиентка, которая вот пребывала в мечтах, что у нее будет как у этой белочки с орешками. Она вот все грызет, изумруды и так далее. Но жизнь поставила ее на место, подсунув не изумруды, а вот орешки с гнильцой вот этих мужичей. И мы начали менять эту установку. Мы докопались вот до этой, до этой фразы, которая как-то ее нацеливала на бездействие. Сел и грызешь. А вот, например, девочка прочитала сказку о мертвых царях. Ну, там, семей богатырях, знаете? И вот она лежит в хрустальном гробу в тишине покоя дожидаясь своего освободителя королевича лисея. Вот так она взрослая сидит за печкой и мама ей говорила «Тебе пара обеспечена! Сиди и жди!» Ну, вот она будет ждать этих пренцев. А другие девушки уже разобрали этих мужчин. И другие девушки читали другие сказки. Ну, вот французская сказка «Красная шапочка» или «Наши родные три медведя». Это сказки «Родилась красная шапочка во Франции», «Три медведя в России». Но сказки об инфантильных девочках. Инфантильные девочки так остались маленькими девочками. Они не несут ответственность за свои поступки. Кто ел из мальчашки? Вот. Мама для них наставник, «Ну-ка иди к бабушке через лес и ты обязана подчиняться и нести эти пирожки». И вот для этих девушек и та в лесу и другая в лесу семейные отношения это страшный дремучий лес, через который трудно пробраться. Ну, а пробраться можно с помощью компаса. А кто компасом выступает? Мама? Сомневаюсь. У нее есть у мамы свой опыт общения с мужчинами. А я думаю, что не всегда удачные. Или вот эти волки, которые направили красную шапочку. Или эти медведи. Так вот все это может вызвать у женщины, у взрослой женщины, вот эти запреты родительские, заблуждение от сказок, некая такая склонность или агрессия, все это выливается в восприятии противоположного пола. Ну, как аукнется, так откликнется. А вот мужчины воспринимают этих женщин как подсознательно, не вот какую-то некую угрозу. Ну, вот как волка, медведи. И эти отношения строятся с мужчинами не на партнерстве, а по схеме. Мужчину нужно опасаться, бороться с ним и выживать. И вот тут жизнь, семейный сценарий превращается в некую сделку. Ты мне, я тебе. И вот супруги имеют разные интересы, настроены на разную волну, бюджет у них в разных карманах. Вот случай свел их вместе. Вот жизнь заставила их вариться в одном котле. А что свел? Она от мамы бежала, секса хотелось, свободы какой-то хотелось. И вот тут подвернулись два одиночества. И вот этот дремучий лес. А когда ваш семейный сценарий прописан, роли определены, то тогда этот дремучий лес может оказаться ухоженным парком со всеми его сезонными прелестями. Я особенно люблю осень или нежную весеннюю зеленью, такой прохладой в летний вечер. А может быть и белоснежными сугробами, пенящими такими морозом Рождествой на Новый Год. Вот семейный сценарий, который нужно выстраивать. Вы скажете, Юрий Николаевич, вы какие-то сказки нам рассказываете, скажите конкретно, вот что так делать. Конечно, это аллегорическое сравнение. Но ведь отношения между мужчиной и женщиной развиваются так же, как и проходит смена времен года. Конкретно букетный период, романтические какие-то отношения, более глубокие отношения, отношения доверия, отношения ответственности. и мы будем об этом говорить конкретно. Но вы должны вот внутренне, интуитивно понять, что ваш семейный сценарий это действительно ухоженный парк, где чередуются времена года. И нужно любить этот семейный сценарий, воспринимать его так радостно, а не как обузу, а не как ждать от этого партнера агрессию. Ведь семья это вот глоток родниковой воды в этом парке. И каждый день отпущенный нам в этой семье он уникален и никогда не повторится. Вот если у вас будет вот это впечатление, тогда вы будете относиться к этому даню, что мужчина, что женщина, не только с наслаждением, но и соответственностью. Ну вот я еще вам вспомню такую сказку «Алиса в стране чудес». Там такая романтическая девушка, она предпочитает мир или иллюзии, там у нее все, чашки меняем, чашки меняем. Далее такие женщины встречаются в реальной жизни. Они оторваны от действительности, строят воздушные замки, но они не способны жить этими интересами. Откусили отсюда, выросло большое, откусил отсюда, выросло маленький, и опять появляется улыбка, потом чеширский корт. И вот они ищут мятежные, они ищут какого-то принца. Конечно, женщина должна быть хрупкой, романтичной, это и хорошо и привлекательной. Но нельзя убегать от действительности, от реальности. И вот отсюда вызываются фобии, когда они сталкиваются с реальностью. Часто ко мне обращаются женщины с этим. И у нас есть тренинг, который связывает вас с психосоматикой своего восприятия. Поэтому нужно уметь жить настоящим. Вы же не в сказку попали. Уметь справляться с трудностями, не терять, конечно, внутренней красоты, обаяния, духовности. Вот у нас есть тренинг «Искусство нравится». И запомните маленькую вещь. я вас просто разочарую. Принцев не бывает. Но бывают гармоничные отношения в любви. Но над этими отношениями нужно работать. И работать каждый день. И не уходить в мир грез, иллюзий. Вот эту сказку «Золушка», которую я считаю самой отвратительной сказкой для девушек. Вот мир пассивной девушки феи все дала ей. Он так же, как и вариант Алисы. Вот это же сочинили, посмотрите, сказки мужчины. А этот мужской шовинизм подчеркивает какую-то неполноценность женщины и говорящий вам назидательной, что своим послушанием, трудолюбию, без ропотности вы можете заработать себе любовь и внимание этих мужчин. И вот эти мужчины, сочинившие эти сказки, им библейские морали внушают вам мысль «Будьте хорошими, всем помогайте, угождайте, тогда и вас будут любить. Только за смирение положено вам счастье, его нужно заслужить, заслужить у меня». Это он так не говорит, но контекст прослеживается. А вот тогда эта романтическая девушка, вырастая в женщину, она даже представить не может, что ее можно любить просто так, такая, как она и есть. Я вам выдам тайну. Это мужики придумали вот эти сказки, ты должна быть послушной. А мужчина женщину любит. И капризны некоторые. Ну конечно, когда она не выедает ему мозг. И некоторую такую непредсказуемую. Он любит женщину, потому что она женщина. Но он заранее понимает, что он не справится с женщиной, напридумывал вот этих сказок. И вот это передается через родителей. Когда родители запугивают своего ребенка. «Не будешь себя вести как следует, как я требую, потеряешь наше внимание и любовь». Посмотрите, девочка маленькая стоит плачет, а мама идет. «Ты не хочешь за мной?» Девочка ревет, а маме пофиг. Так запомните, любовь это не вознаграждение за какие-то поступки или правильное поведение. вы можете и ребенка наказать и поощрить любым другим способом. Но вот с детства приучают манипулировать любовью, что родители, что сказки написаны этими шовинистами мужиками. И вот вырастает взрослая женщина, и она попадает под манипуляцию вот этих безответственных мужчин кружей. Он безответственен, он ее манипулирует. И вот у жертв комплекса Золушка с детства занижена самооценка. Я вам по секрету скажу. Вторая часть Золушки, когда она стала женой, она превратилась в сварливую женщину, потому что муж на нее навседал, а у нее защитная реакция. И вот они, эти девочки, мечтают встретить фею. И думают, что принц их осчастливает. А вот нужно прежде всего себя осчастливить и создать эту атмосферу тогда, когда ты создаешь семейное счастье, а не то, чтобы пробиться в принцессы за чужой счет, выйти замуж за принцем. Вот и живут они надеждой, что кто-то дам остынную одежду, машину, положение в обществе. Так вы так ли уж часто можете вовремя оказаться на этом балу и встретить своего суженого, в котором была депрессия. почитайте внимательно сказку. И он увидел блестящую девушку. А щучьим увелением по своему хотели. Это не бывает так в жизни. Я прожил большую жизнь. И эта фабрика грез, там Голливуд, где пробиваются из золушек в принцессы, это выдуманная, растиражированная история, которая забивает голову мечтательницы. Поэтому я вам скажу, мои любимые мечтательницы романтические, хватит слюни пускать. Простите вот за эту грубость, но хватит вести себя как дура и ждать, когда он этот красивый, богатый, умный и нежный уведет вас в замок. Вы возьмите современные золушки ответственность на себя за свою судьбу, за судьбу семьи. И не надо вот так потребительски относиться к жизни. Ведь если вы направите энергию на то, чтобы создать прежде всего себя, полюбить себя, чтобы активно действовать и не бояться реальности, то тогда, тогда вы заслужите от этой вселенной счастливую, радостную жизнь. поймите, вот эти золушки, я уже говорил, депрессирующий принц там был, они выходят замуж за рефлексирующего мужчину, вечного какого-то неудачника, или непризнанный алкоголик, гений такой, и потом приходится его тащить. поэтому проходите мои тренинги, и в этих тренингах вы поймете, что прежде всего любовь начинается с себя, а не отдавать любовь вот так просто первому встречному. Помните обреченный вариант истории русалочки, романтичная сказка. Сколько девушек прорвало над этими, над этой судьбой русалочки слез. И вот эта жертвенность, а ради чего? Ради иллюзии любви, ради того мужчины, который о ваших чувствах даже не догадывался. Это разве сказка русалочка, трейлер какой-то? А принцесса на гороши это какую-то женщину, которая всегда устраивает сцену мужа. Она концентрирует внимание на мелочах, привлекает к себе нездоровое внимание. Раз ты меня любишь, пойдешь ради меня на все. Я же такая несчастная, а ты должен меня любить. Я такая чувствительная, ты должен мне потакать, принцесса на гороши. Я могу о сказках говорить много и долго, но я вам советую и тот мой тренинг пройти, где вы свой семейный сценарий описываете и пишете свою сказку, и в этом тренинге, в тренинге счастливой семье подумать. Выходите ли вы замуж за алкоголиком или за каких-то домашних тиранов или каких-то бабников. Понимаете, вот эти сказки вы еще раз подумайте. Ведь бывает даже так, помните сказку «Красавица и чудовище»? И вот часто бывает так же и в жизни. Чего ты его тянешь, говорят подруги, бросай он, ты же умница красавица, сколько можно с ним жить. Она вот верит в это чудовище дремучее, думает, что она его поцелует и он преобразится. Да. Человек не меняется. Это только в сказке поцелуя принцесса просыпается, поцелуя чудовище становится замечательным принцем. В жизни это не происходит. Человека не переделаешь, если он не мотивирован к изменению. И вот я с вами делаю вот эти тарельнинги и я вас пытаюсь мотивировать к этим изменениям. Я вам помогу. А некоторые говорят, не надо, не надо, я так обойдусь. Ну и обходитесь. И вот вы попадаете на злодея, играете второстепенные роли в семье и тогда ваш сценарий не вами написанный, прописан так убого, что не может быть счастливой семьи глазами психолога. Так вот, если мы с вами напишем удачный семейный сценарий, вы мне расскажете, там в этом семейном сценарии у вас есть и свекровь, и мать ваша, и муж, и дети, и еще кто, может даже любовник. И когда мы с вами напишем этот семейный сценарий, отбросив некоторых такие установки, ваши прошлые заблуждения, и этот удачный новый сценарий, в котором выдворим всех злодеев, прогоним этих чудовищ, а не будем их целовать в десна, разобьем вот эти кривые зеркала и выйдем из этого заколдованного леса, и тогда наш семейный сценарий будет радостным, а не Санта-Барбара. Смотрим мои ролики тренинги для женщин. Пишите мне, обращайтесь, я знаю, как вам помочь. Санта-Барбара. Санта-Барбара. Санта-Барбара.